Купчино Рядом была Одесса Я учился на территории, которая называлась Москва Было много разных частей И некоторые были, в принципе, позитивно друг к другу настроены части А некоторые можно было зайти туда и не выйти уже Вот, поэтому, ну, достаточно было опасно Но как-то мы передвигались покупчино Иногда просили помощи у старших Потому что в каждом, грубо говоря, дворе были старшие Которые, если что, приходили на помощь Или если были какие-то стрелки или что-то такое То они возглавляли это движение Ну, жестко было То есть я, ну, мне в детстве Я как-то привык к этому Но мне это казалось даже тогда немного дико Но человек привыкает ко всему К любому негативу, к любой жести Но мне это никогда не было, типа, близко Я всегда думал, что лучше мир во всем мире Чем жесть С одной школы меня так попросили А со второй школы меня просто выгнали Я заканчивал 10-11 класс экстерном Выгнали из школы, потому что я вообще не учился Уже 10 класс, я уже вообще не учился Меня сложно было застать в школе И последней каплей стало Ну, конфликт с одним пиздюком У меня был, ну, как, он тоже был 9-ти классником Ну, у него родители там были, походу, при бабках Помогали школе Ну, и там произошла неприятная история Он там пожаловался родителям И моя классная руководительница Начала меня подсливать Меня уже не взлюбили, как бы, из-за этого типа Как-то я даже сидел там на уроке Заходит моя классная руководительница Такая, Цыхов, выйди, пожалуйста Я выхожу, там стоит четвероклассник какой-то С братом, с Амбалом И она такая Это он у тебя деньги отнял? Пиздюк такой Нет, не он Она такая Ну, посмотри, посмотри Все-таки, может быть, это он? Он говорит Нет, не он А то он может И думаю Что за дерьмо? Ну, и потом я, короче, уже понял Что там ловить нечего И стал там курить в рекреации сигареты У меня в итоге Меня поймали за руку с сигаретой И все И сказали Все Вот теперь точно все И мы еще сделаем так Что тебя ни в какую другую школу не возьмут Во-первых, я вырос без отца Мой отец погиб Ну, когда я тоже мне было там Я подростком был Вот Ну, и после этого я уже сам стал Задумываться над будущим Потому что понимал, что Ну, вариантов у меня немного Не скажу, что мы были с ним близки Потому что он какое-то время сидел в тюрьме Занимался Ну, это были девяностые Ну, ну Не будем вдаваться в подробности его жизни Но Он достаточно был жесткий человек И я думаю, что и моя мама Все время боялась, что Когда я вырос, то я тоже стану таким же Она мне говорила Вот если сядешь в тюрьму Я тебе носить передачки не буду Ты не думай Ну, представь себе Вникли в творчество Года с 2012 С 2012 С 2010 С 2014 Кто-то И они уже Ну, типа для них Каратэ не актуален Для них актуальны уже новые альбомы Но вот те, кто тогда еще зацепил Они это будут помнить до конца своих дней Этот альбом Есть просто Ортодоксально нет Вот только тогда То, что было Все остальное нет Мы хотим Вот был Битлз Там в 60-х Мы хотим Вот чтоб хиппи сидели Чтоб все было как тогда Чтобы вот Один раз приезжаем В какой-то город Я даже не буду тебя называть город Это был год 2000 Не знаю Седьмой Ну что, едем в отель Да не Мы вам хату Организовали классную Я такой Так Ну поехали Посмотрим Ну приезжаем В какой-то район Я смотрю Коза пасется У дома Я такой Так уже интересно Подходим И у подъезда Стоит гроб Я говорю Ребята Это шутка? Да нет Это кто-то умер Ну заберут Нет Не переживай Я смотрю Коза Гроб Думаю Так Что же будет дальше Заходим в квартиру Я понимаю Что это просто Просто жопа Так Такой диван Старый Стоит Подушка Я такой Ну ладно Сейчас что-нибудь Придумаю Дай прилег Что-то неудобно На подушке лежать Поднял подушку А под ней икона Я подзываю Организаторы Говорю Ну чувак Полная хуйня Мы с ним конфликтнули И уехали И уехали Короче Мы утром Там где-то Восемь утра Или девять утра Мы подъезжаем К городу И нас тормозят Говорят Что мы задержаны За что не говорят И что нас везут Снимать отпечатки пальца И общаться Со следователем Короче Приезжаем Отпечатки пальца Все Следователь говорит Вот нам позвонил организатор С предыдущего города Сказал Что вы его ограбили Украли у него сумку Просто грабанули Я говорю Вот ты как значит Решил отомстить Сука И я следователю говорю Ну так и так Я говорю Мы с ним конфликтнули Это же Он просто решил нас так Ну Под подставить И в этот момент У него телефон И тот Ему звонит Говорит Я сумку нашел Света говорит Да он сумку нашел Ладно ребят Извините Мы там просидели Наверное Часов шесть Короче Году В 2005 Я был в Москве Мы висели С Кириллом И он мне говорит Слушай Есть клуб Газгольдер Там тусовки проходят Прикольные Необычные Хочешь Тебя туда Короче свожу Тебе надо посмотреть На Газгольдер Я говорю Я не знаю Что это такое Ну давай сходим И мы приехали Там была какая-то Странная вечеринка Были какие-то иностранцы Какие-то странные люди Что-то делали Какой-то арт Мы повисели там Ну я говорю Ну прикольно Ну тогда там не было Ни реплейбла Ничего Просто был как клуб Как художники были Вот Ну потом я переехал В Москву И мы почему-то Стали меньше общаться Так произошло Не только с Кириллом Те люди С которыми я дружил Когда жил в Питере В Москве По моему приезду В Москву Почему-то Мы с ними потеряли Коннект Это очень странно Я не знаю Почему так произошло Плюс потом Конфликт Кирилла С газом Еще больше нас отдалил И последний наш разговор Я ему позвонил Я говорю Чувак Я конечно все понимаю Мы столько лет дружили Это был где-то год 14-15 Что-то такое Я говорю Чувак Мы столько дружили Я понимаю Что все конфликты Не конфликты Ну давай Может как-то Что-то вообще Может встретимся Подумаем Придумаем Конфликты не приводят Ни к чему Это просто Это утопия Он говорит Пока ты Там Вряд ли у нас получится Какая-то дружба Как была Ну говорит Ну если что Я тебя маякну И это был Наш последний разговор Вот А потом я уже На похоронах Землю На гроб кидал Все Многие подумали Что типа Вот Смоки сказал Сейчас рэп Больше для вагин Поэтому Вот он Все Старая школа Против Этой хуйни Для телок Да нет Всего должно быть В меру Должны быть Чуваки Которые Читают За трэп Должны быть Чуваки Такие там Которые Более Метафоричные Как Хаски Всего Сегодня на рынке На рэп рынке Всего Есть А то что Видос у меня был Про Курим жирный член Но я просто стебусь Они же стебутся Этой строчкой Это же стеб Никто же члена не курит Понятно Надеюсь Раньше я не помню ни одного случая Это все появилось Вот Несколько лет назад Сейчас это уже Грубо говоря Там чуть ли не как В норму входит Байтить Раньше Я тебе могу сказать Что я слушал Вдохновлялся И пытался делать так же Но это не был байт Мы даже не знали О чем Это Читаю Там 20 лет назад Там Знания английского Были вообще Очень плохие Мы просто Или мы французский рэп Слушали Вот этот альбом Карате Он вообще Никак не Не основывался На Западный рэп Потому что мы не знали О чем там люди Ну знали Что там какая-то Поебистика Типа там Гангстеры Траву Курят Сучки Жопами Трясут Вот примерно Знали О чем они читают Поэтому мы Никогда не полагались На их тексты И поэтому Карате И нет волшебства Они для России Уникальные В плане слова Альбомы Уникальные Понимаешь Раньше не стояло цели Не было никаких Платин Не было никаких Там Что вот я сейчас Быстро сделаю Это станет хитом И все Не садились И скрупулезно Смогли Месяцами Одну Я писал Помню там Одну песню Два-три месяца Сейчас стараюсь Долго не затягивать Потому что Ну что за 15 лет В принципе Скилуха есть Быстрее писать песни А я выделю Три День третий День первый Белый блюз Почему? Потому что Я записал их После того Как Я перестал быть Смогимова Ха-ха-ха Не, ну у меня есть И песни В которых В которые не нагружены Там супер смыслом Они более легкие И я за это себя Очень люблю Потому что раньше Это невозможно было Это невозможно было Как я могу Что-то простое написать Не дай бог Лучше вообще Не пиши Чем что-то простое Напишешь Потом я думаю Да как Блин А люди же Тогда Все Будет такой Клуб шизофреников У нас Люди же Не все же Ну хотят Вот этот вот Сидеть там Разбирать годами Там песню И стал Искать в себе Что-то более простое И стало получаться И мысли Со временем Стали доноситься Более простые И понятным языком И это прекрасно Поэтому те Кто Очень просто могут Да как Как группа Ленинград Вообще Все понятно Идеально Но за этим Стоит смысл За этим Стоит смысл Хотя Слушаешь А там Хуй пизда Ла-ла-ла-ла А за этим Просто смысл Сейчас нет Уже такого Что меня что-то Вдохновляет Сейчас уже Этот процесс Изменился Сейчас Это просто Происходит В моменте У меня все Может вдохновить Это внутренние изменения Которые произошли В принципе Они показали Что Есть где-то Рычаг Внутри Он срабатывает Конечно У многих От каких-то чувств Но Он может работать И по другим Принципам Это рычаг вдохновения Не обязательно От Внешних Раздражителей Но рычаг есть Принципам Принципам И Принципам Рычаг Продолжение следует...